И как ставишься до мовного питания в Украине? Уважаю людей, которые для себя такое решение приняли. Тем более, что, опять же, я понимаю людей, у которых есть конкретная связь, русский язык, мова, язык оккупанта. Но у меня такой связи нет. То есть это мой язык. Это не чей-то язык, которым я пользуюсь. Это конкретно мой язык. Потому что я живу в стране долбоебов, блядь, в массе своей, понимаешь? И до долбоеба можно достучаться только через скандал. Они по-другому не хотят понимать. Вот и все. Это не содержание, это форма. Русский, это же не означает российский. Я же это всегда подчеркивал. У меня есть два политических проекта. Он называется пятый проект. Русь-Украина. Я русский в этом смысле. Просто оно на русском языке звучит русский с двумя ССК. А на украинском Русь с одним С и с пятким знаком. Просто это такие вещи не любят вырезать те, кто обычно меня вырезает. Русский, но не россиянин. Но не российский. Это очень разные вещи. Более того, я сказал, что эта война стала возможным только потому, что русских очень мало по обе стороны границ. Были бы русские, они бы не воевали друг с другом. Поэтому, в моем понимании, русские это такая цивилизационная принадлежность. Вне границ, вне этносов, вне государства. И это принадлежность такой, скорее, метафизической такой штуки. Вы никогда не приходило в голову, что чудовище типа Путина или российского империализма может раздавить и раздавливал же свои истории, не обладая никаким моральным превосходством. Будучи поганными, нехорошими, гадкими чудовищами, раздавил множество прекрасных народовой культур. Чечни, например. Да. Народовая культура вокруг себя. Раздавил. Посмотрите, что с Грузией сделали. Вы боретесь с русским языком? Так Грузии из молодежи никто не знает русского языка. И какой курс проводит Грузия сейчас? Ну побороли русский язык. Все, нет русских, нет специалистов, нет и так далее. Курс какой у Грузии сейчас? Он же прямо, откровенно, антиукраинский. Они убивают Саакашвили по заказу из Москвы своего гражданина. И гражданина Украины, между прочим. Но никто не говорит на русском языке. Ура, победили. Я ничего не понимаю вообще. Ну, возьмем первую подмену. Например, украинец, святой, кто разговаривает украинскую мову. Хочу напомнить этим товарищам. И напомню уже в интернете, что всем нашим зрителям, что эталонными носителями украинского языка, современного, эталонными, в мужском варианте является Дмитрий Табачник, считается специалистами. А в женском Оксана Марченко, жена-язычка. На которой санкции, расследование СБУ и так далее. Вот у них идеальный украинский язык. По объему, по словарному запасу, по метафорикой и диаметическим выражениям. По акцентуации, по произношению. По эталонные враги Украины. Да, эталонные враги Украины являются носителями эталонного украинского языка. Пипец. Честно говоря, я не понимаю, почему Арестович вообще так вот у нас чморит, там, я бюллер его в розыск, там, всякие, ну, раздают титулы, с позволения сказать, и звание. Он мне лично симпатичен. Ну, хотя бы потому, что он, в отличие от Зеленского, не пытается заигрывать с электоратами и не говорит на мобе. Потому что Зеленского, я помню, по его приезду в Москву, там, более чем десятилетней дарности, он не разговаривал на мобе. Вообще не знаю, ни слова. Вот, Арестович, вот, русский человек с недостатками русского человека. И, мне кажется, он мог бы быть полезен в нашей медике, но после того, как мы возьмем Киев, а мы возьмем Киев и столицу, я считаю, надо империи перенести туда, потому что Киев – это мать городов русских. Вот этим самым названием – идиоты. Это страна безумцев. Она заплатит, Коля, полную цену за то, каким безумным безумцем они являются и какое безумие они поощряют и дальше инсталируют. Вы не представляете, кто вы такие и что вы городе. Мы начали лодкой утром, мы кончили ночью в постели, и трудно, трудно прятаться в тени, быть ночью лидом и мудрым. Кострявые дети пустыни стучатся в двери и просят обед, как страда умирает, Ставят, как древний ящер, Ставим вирусов в клетках.